Особняк ростовщика. Особняк ростовщика Джарифа выделяется своим богатством даже на фоне привычного к роскоши центрального квартала. Количество людей несколько, охранной системы несколько, сейфы и стальные двери мало, камера наблюдения 2, компьютер 2, кодовые замки да, еще и кида. Хорошо. Так, то есть дрель нам по-любому. Это, кстати, надо продать, мешается. Это мы берем. Так, болторез 1 берем. Паяльник 1, отмычка 1, на всякий случай взломанная карта доступа 1. Карманы. Так, как обычно, берем топленый жир 1. Второе дыхание. Так, это у нас, кстати, целое, наверное, взять. Да, целое возьмем. Так, возьмем дротик обязательно. Этот сладких снов. И, и... Ну, пускай второе дыхание еще будет. Так, специализация. Это мы берем, это мы берем. Так, собак вроде не было, поэтому не надо. Токсиколог посмотрим. Пулевой медик возьмем. В принципе, тогда нам второе дыхание столько не нужно. Вот здесь, где-нибудь из этого. Либо вообще карманные часы взять, попробовать. Не все равно. А, правда, одно из пользования. Зато оно нам вернется. Ладно, не... Или возьмем. Ладно, возьмем. Так и быть. В принципе, два препарата плюс одно нам еще дадут отсюда, от полевого медика. Думаю, нам всего хватит. Украсть долговую книгу. Дополнительные цели украсть на сумму больше 250 долларов. Украсть картину с изображением полицейского. Так, обворовать вора. Проникнуть в особняк. Так, хорошо, F5. Как обычно. Так, здесь в другие здания никуда и не зайти. Хорошо. Так, теперь мы сможем проверить, как у нас работает вот этот чутье на наживу. Мы должны, наверное, близко подойти к патрульным. Либо к доносчикам. Ищейка. Вроде... А, что-то блестит. Что-то блестит у него. Не успеем. Так, вот здесь видим, что что-то там внутри есть. Ценные. Боин, сейчас нас палец. Значит, попозже. Так, здесь чем мы будем? Болтореза, наверное, сначала. Так, что там ценного? Деньги. Ясно. В дома здесь заходить никуда нельзя. Документ какой-то валяется. Рядом с мусоркой. Извещение о штрафе. Кому? Мэри Уинтергрин. Тело вашего супруга, Питера Уинтергрина, было обнаружено в промежуток между вторым и третьим... между двумя и тремя часами ночи, лежащим на улице и не подающим признаков жизни. Согласно постановлению 704 о комендантском часе, Питер Уинтергрина не имел права находиться там в ночное время. В постановлении гражданского суда вам, как право преемнику супруга, выписан штраф в размере 55 долларов. Жесть какая. Может, вот тут специально убил и выкинул на улицу. Например, тот, кто выписал это постановление. А, а тот, кто-то ходил. 0%. Ничего страшного. Так, а, собственно, что мы думаем? Сохранились. Кинули дротик. А у них два использования. Два использования. А там что, надо время подождать. Так, а что-то пошел. В принципе, да, ненадолго. На 30 секунд. Посмотрим, что в карманах. Есть ли что-то важное? Может, ключи какие-то? Фотоаппарат. Так, фотоаппарат. Сгодится на продажу. 35, 3, 5. В принципе, нормально. Один к одному. Ну, если считать там килограмм на 10. Частное владение фотоаппаратами под запретом. А потому они высоко ценятся на черном рынке. Так, и одеколон партийное единство. Это может такое видели. 14.03. В принципе, да, хорошо. Можно обнести. Желательно его обнести. Так, как странно. Как странно. Загрузился он сюда, пошел. Не, ну мы не успеем его так обчистить. Только если потом к нему возвращаться. Пока что не получится. Так, вот к этому. Пока видим. Бродяга. Нужно, какую-нибудь медаль нужна ему. Мой отец тяжело болен. Ему необходимы дорогие лекарства. Подайте, сколько не жалко. Дать 5 долларов. Спасибо вам очень. Мне помогли. Деньги сейчас нужны как никогда. А то моего брата недавно арестовали. Якобы за растрату уверенного ему бюджета. А ведь он всего лишь хотел купить лекарства для отца. А вот ведь негодяи. Сочувствую. Он поступил глупо. Сочувствую. Полицейские могли войти в ваше положение. И не наказывать его так строго. Он же хотел потратить деньги на благое дело. Это все политика Верховного Комитета. Как долго они будут закручивать гайки? Ведь терпение у народа не железное. Когда-нибудь эти глупые свиньи за все поплатятся. Вполне возможно. Людям нужно осознать свою силу и действовать сообща. Когда-нибудь они поймут, что Верховный Комитет не больше, чем блоха на шкуре медведя. И когда люди это осознают, за один день они разорвут партию в клочья. Это все из-за военного положения. Вот если бы мы могли завершить уже эту проклятую войну миром, и люди зажили бы спокойней, и законы стали бы помягче. Думаю, да. Никому еще война не принесла ничего хорошего. Собеседник меняется в тоне. Так-так-так, голубчик. Чем мы имеем... Чего мы имеем в сухом остатке? Оправдание преступников и их преступлений. Призывы к свержению партии. Пропаганда антивоенных настроений. Тянет на десяточку. Так, ты подставной, да? Смотрю в сторону патрульного и свистит. Эй, Гарри, тут клиент как раз для тебя нарисовался. Пора сматываться. Беги-не беги, далеко тебе все равно не уйти. Так, мы еще металлолом заберем. Мы ему 5 долларов отдали. Чьи-то следы. Так, а у нас найдет, да? Нам не перелезть. Ладно, у нас нашел. А это нас обдурил. Хорошо. Сыграем по его правилам. Так, где значит Гарри зовут? Патрульный Гарри. Молодой человек, помогите в трудную минуту. Ему необходим 2 ракелика... Не, ну 5 долларов не дадим. Спасибо, да-да-да, сочувствую. Войти в ваше положение. Это все политика. Я так не думаю. Верховный комитет правит так, как и положено править в непростой военной обстановке. Это все из-за военного положения. Неверно. Ты мыслишь в корне неверно. Победное завершение войны – дело ближайших месяцев. А заключение мирного договора... Даст врагу время восстановиться и затем вероломно напасть на нас с утройной силой. Собеседение меняется в тоне. Молодой мой друг, мне бы стоило встревожиться из-за некоторых твоих затруднений с ответами. Но я вижу, что в целом вы порядочный гражданин. Поэтому на этот раз я ограничусь советом. Иногда у вас проскакивают карамольные мыслишки. Не справьтесь, пока не поздно. Встаньте на верную дорожку. Например, запишитесь на дополнительные сеансы гипнопедии или курсы партийной преданности. Сделайте это сейчас, а то потом будет уже поздно. Спасибо, я прислушаюсь к вашим советам. Так, ну ладно. Новые запятники. Провокация. В последнее время я слишком расслабился и чуть не попался на обман одного из провокаторов. Впредь надо вести себя осторожней, пока не буду точно понимать мотивы своего собеседника. Так, ну так-то мы уже попались. Здесь есть сохранение. Так, стих, с ним еще раз можно. Не время поговорить. Тебя оба обыкрасть хорошенько. Я тебе свет выключу. Сиди в темноте. Все, что я могу сделать. Так, тут, там ничего нет. А это данощик. Я думаю, это скрытая камера. Так, здесь что-то есть. Желаешь посмотреть своими глазами, что происходит на фронте, но боишься получить пули в живот? Партизанское общество, фронтовая полоса, за весьма скромную плату, обеспечит вам незабываемую экскурсию вдоль защитных рубежей нашей Родины. За любые полученные травмы и увечья общество ответственности не несет. У нее что-то есть. Отсюда мы не украдем. Ясно. Так, ну мы можем проверить, что у него. А, там надо время. Ну ладно. Загружаться будем. Медаль за преданность. За самоотверженный героизм при подавлении мятежа в Средиземной провинции. Судя по всему, кто-то получил ее еще на самой заре революции. 20.02. Ну, можно было, конечно, забрать, но это будет невозможно. Дротик я на это тратить не очень хочу. Так, это камера наблюдения. Так, хорошо, то есть здесь якобы нам не пройти. Так, у нас есть часы, кстати. Замедляется в два раза. Мы спалили. Ладно. Ну, а так бы нас спалили быстрее, да? Намного. Да, так нас палит намного быстрее. Почему-то сюда нам пока не надо. В этом мы забирать пока ничего тоже не будем. Так, джин нашли. Джин и пару вин. Гнилые овощи. Так, вот здесь прям подсвечено, как будто там прям что-то очень... А здесь уже еще взломать высокая сложность взлома. Тоже что-то подсвечено. Боевая награя, дубинка патрулина. Хорошо, он нас не спалил, 0%. Сохраняем. Так, а здесь я не знаю, как лучше поступить. Концентрацию мы одну потеряем в любом случае. Радиус, по-моему, до него тоже доходится. Не, не доходится. Закаленная фумка, сапоги, металлолом. Так, 0%. Успели убежать. Так, здесь ничего. Ничего. Нищий. Так, радиоприемник. Так, далеко собрался. Ну, этого можно, ничего не будем собирать. Там патрульная здесь камера. Здесь что-нибудь есть. Вроде как ничего, где мы находимся. Так, здесь какой-то металлолом, видимо. Заберем. А, здесь можно перепрыгнуть через забор. Но здесь у нас камера наблюдения, которую нам не отключить. Так, а здесь мы не можем. Почему мы здесь? А здесь у нас есть такие некие копии, а здесь копий нет. Так, там мы уже не сможем перелезть. Там тоже. Ладно, пока ищем вход. А вход, по идее, только здесь. Так, сохраним. Успеем. Так, 0% успели. А по-другому здесь, по-моему, никак. Там мы не пролезем. То есть, либо надо было бы как-то время замедлить. Ладно, справились, справились. Сохраняем. Так, смотрим, что у нас внутри. Жена ростовщика, служанка. Не запертое окно, патрульный ходит постоянно. Дверь, скорее всего, кто-то проверяет ее. Может, никто и не проверяет. Здесь ничего нету. Выйти мы залезть не сможем же, да? Слишком высоко. А вот это слишком низко. А это у нас что? Панель управления заблокирована. Сложность взлома. Обычно это что у нас? А, это вот камера. А сейчас ты нам зачем камера? Ну, сюда как-то можно было с другой стороны. Отсюда нельзя залезть. Отсюда нельзя. По-любому сюда, чтобы попасть, мы должны вот здесь пройти как-то. Либо где-то еще есть панель управления. Или это тоже отключается. А то же ее отключается. Ладно. Так, это будет шумно, да? Это будет шумноваться. Так, допустим, камеры отключили. Правда, нам это сейчас уже не совсем-то и нужно. Теперь мы должны оббежать все вокруг. Через двери, я думаю, мы не пойдем. Сохраняем. Так-то ушла, уже нет. Так, ну, в принципе, ладно, наверное, смажем. Да и взломаем. Мне кажется, она далеко не уйдет отсюда. Так, и будет здесь бродить. Так, заперто и люк обычная сложность. Так, ну, заперто и люк, скорее всего, можно найти где-то ключи. Там что-то есть. Консервы пока все забираем. Это у нас повар. Какая-то от чего? Рубильник мы сейчас отключим, а они не пойдут сюда. Может быть, они не пойдут. Знаем, пойдут, не пойдут. Вроде не пошли. Так, там закрыто. И меня спалили. Так, ну, ладно, будем взломать. У нас жир этот один только. К сожалению, да. По-другому не открыть. Ладно, опять через жир. Хотя, почему не открыть? Жир лучше оставим. Как раз отмычкой можно открыть. Наша садо идет. Либо мы по-другому сделаем. Пойдет куда-нибудь. Так, 3%. Я думаю, она там будет ковыряться. И не будет смотреть на дверь. Она все равно смотрит. Так, 30 минут отведено. Так, ну только талоны. Веселящий джинн. Нам надо. Так, сохраняться опасно, ну ладно. Так, и вот эта драгоценность. Она спалила. Надо было к ней за спину забегать. Так, как нам теперь это открыть? Обычная, обычная. В принципе. Да, вот так вот можно вполне открыть. Не успели. Ясно. Надо побыстрее. Побыстрее мы не сможем. А, в принципе, сможем. Второе дыхание. Ее настороженность. Да, заметила дверь. Так, хорошо. Слишком шустрая какая-то она. Что мы можем сделать еще? В принципе, только уйти. Либо вниз идти. Обычная, обычная. Это в любом случае надо использовать. Ладно, вскроем этот замок. Посмотрим, что внутри. Потому что, скорее всего, у кого-то ключ, конечно, есть. Опять же, где-нибудь далеко. Так, подвал. А, долговая книга здесь у них. То есть то, что нам и нужно. Для открытия двери мне понадобится четырехзначный цифровой код. А, вот эта дверь. Окно желтое, а мы отключим что? Сигналку здесь. Ага, там сделано здесь. Либо компьютер. Компьютер что-то отключается? Непонятно. По идее, и то, и то. Но к нему не подступиться. Ладно, пока перережем здесь. С той стороны. Электрический рубинник. Наоборот, включили. Так, ну допустим, ладно. Здесь так просто не пройти. То есть, скорее всего, все-таки надо через дверь заходить. Это прямая дверь, никто не проверяется. Здесь все это сложно. Мы не успеваем открывать. Слишком быстро она туда-сюда перемещается. За спиной, конечно же, мы не успеем. Эта дверь не проверяется. Так что, в принципе, можно спокойно ее взламывать. Забирать пока не знаю, можно ли. Потому что, возможно, мы сейчас заберем, а они пойдут потом по комнатам. Отвратительно, когда же эта война закончится? Да, столько жизней уже загублено. Так, шкаф легкий. Пока нельзя. Так что, там бездомных становится все больше. Согласны, бедные люди. Так, нам дали баночку черной икры, черной икры. И много вина. Карта доступа. Это хорошо. Мы, кстати, взяли. Да, мы одну с собой взяли. Ладно, мы здесь нашли то, что нам нужно. Кучка пепла. Бокалы заберем. Так, а война тут при чем? И до войны бедность была. Свечник не трогаем. Отец мне рассказывал. Что-то там. Если не договорят, и сюда выйдут. Вырал падим. Чтобы страна в мире жила, а люди что-то там. Короче, да, как я и думал. Поговорили и пошли. У него, кстати, что-то есть. Искусная ваза. Куда пойдем мы? Пойдем сюда. Похоже. А на чей-то ежедневник. Ну, не успели. Позолучная ваза. Слишком шумно. А, ну сейчас замечу, что ничего нету, да? Нет, вроде не заметил. Серебряное кольцо. Так, все заметил. 15%. Дорогое платье. Ребряные бокалы. Так, если мы загрузимся, это далековато будет, да? Ну, здесь только если. Ладно, кто знал, что они пойдут. Никто не знал. В таком случае мы, конечно, ничего не берем. Ну, кроме того, что внутри. Это можно все забирать, ничего страшного. Так, ну и карту доступа на в любом случае надо забирать. Так, F5. Если мы сразу наверх пойдем. Ясно. Замрудный лес. Заломать. Легкая. Так, теперь граммофон. Привлекая внимание окружающих. Не очень-то нам нужна. Мечта. Не считай, это, по-моему, просто картина. Годится на продажу. Так, и больше мы ничего сделать не можем. Ага. Так, мне интересно, а что будет делать она? А, ей все равно. Хорошо. Легкая, легкая. Так, ну все взламываем. Все, что можно. Кто-то, что запалил. Замечен пропавший предмет карты доступа. А, чувак, а как по-другому? Никак. 13%. Сами потеряли. Да, в принципе, мы могли ее усыпить. И тогда бы цивилизация вот этого воспользовалась, и она бы ничего не замечала. Перестаем замечать. Ну, ладно. Что поделать? Заметил за ним, заметил. 13%. Ничего страшного. Не ноль, конечно, но как по-другому. Карта доступа нам нужна. Не тратить свои эти. Комод. Так, это снаружи ходит. Ночная битва. 2 килограмма картина весит. Можно было бы подумать, что здесь изображен красивый вечерний закат, если бы не название картины. Ночная битва. В целом все равно закат. Так, телефон забираем. Здесь все забираем. Естественно. Сейф. Сложный взлома. Высокая. Охранить сигнализации. Красная. Красная у нас идет от компьютера. Плюс синий еще идет от компьютера. А, вот эти две. Так, как туда пробраться? Здесь мы вряд ли перепрыгнем. Хотя, может быть, и перепрыгнем. Может, здесь как-то можно перелезть. А может, нет. Может, сначала надо отключить синюю. Синяя отключается здесь. Не здесь. Ладно, сначала взломаем. Посмотрим. В компьютере. Так, пожелтевший документ, датированный 21 марта 1939 года. Под ним надпись «Моя первая сделка». 21-1939. 21-03. Посмотрим, понадобится нам это или нет. Выполнен, здравствуйте, Джариф. Охранная система. Управление охранной системы. Отключите сигнализацию. Сейф. Лазерный отлучь 1. 2. Третий уже отключен. Так, хорошо, все подключали. Сигнализация отключена. Так, слиток. Хорошо, хорошо. Джин. Забираем. 55% карманной кражи. Скорость. Неплохо. Тем не менее, у нас все равно перегруз. Хотя, в принципе, ходить еще можем. Прямо ровно-ровно. 48. Так, сохранить. Это, видимо, специальное отвлечье ее. Чтобы забрать что? Письмо. Так, поможет, это еще было, нет? Если по уровню сложности был высокий, наверное, здесь была скрытая камера. Так, одеколон дух вождя. Заберем. Так, нам теперь что-то выкидывать. Что-нибудь тяжелое и дешевое. Так, 3-3. В принципе, у нас есть болторез еще. Можно выкинуть. Но у тебя дверь открыта. Но это нам вроде как уже не нужно. Это сигнализация. Это эти самые лучи. И нам уже не нужны. Полицейский. Я перегружен не могу. Так, на этом мы забрали картину с изображением полицейского. Так, надо что-то еще выкинуть. Консервы все повыкидываем. Нам концентрацию надо повышать. И пока не надо. Так, мы ее можем позвать с помощью граммофона. А нужно ли? По-другому сделаем. Сначала попробуем ее просто ограбить. Все равно не смотрят сюда. Деньги, золотое кольцо. Возможно, это еще что-то обручальное кольцо. Скорее всего, солдата, призванного на фронт. Так, это заперто-заперто. Так, ну давайте попробуем. Еще ни разу не пробовал с помощью этих граммофонов. 13%. К-13. Ну да, перелезает. Отлично. 24%. При влечении услышан шум. Замечен пропавший предмет. Это очень печально получилось. Это получилось прям крайне печально. Попробуем другой вариант. Просто посмотрите, что здесь есть. Здесь ничего интересного. Полезный. Ожерелье. Допустим. То есть, что за бумаги ценные? Или не ценные? Недописанное пригласительное письмо. Уважаемый Тедди Эмилия Боуди, мы с супругом будем рады видеть вас на праздновании, посвященном 20-й годовщине нашей свадьбы, которая состоится где-то там. Господи, прошло уже целых 20 лет, а кажется, будто еще недавно Джариф бегал за мной влюбленным мальчишкой. Тогда в юности и нынешний 1964 год казался нам таким бесконечно далеким. И вот уже наступил, глазом не успеешь моргнуть, как наступит и 1984-й. Так, и вот он уже наступил. В общем, кодовый замок, скорее всего, либо 1964-й. Скорее всего, да. 1964-й, наверное. Снизу кодовый замок. Не проснешься? Не, не должны. У нас же специализация визита. Свадебное платье. Дорогое платье. Ну, в принципе, на эту сумму уже украли. Лампа. Эти прибежали. Так, ладно, в общем, ее лучше не тревожить. Единственное, что мы можем, в принципе, сделать все то же самое. Просто после этого, если она потом пойдет по коридору, будет плохо. Если не пойдет, то хорошо. Так, у нас будет вечный перегруз. Так, ну, используем одну на всем концертную концентрацию повышать. В принципе, 30 секунд нам хватает на всю. Письмо забрали. Пусть здесь делать нечего. Так, у тебя, крась, по-моему, больше нечего. Мы же уже украли, нет? Так, допустим, смотрим, что произойдет, когда она проснется. Начнет ли она буянить? А нет, вообще ничего не произошло. Так, хорошо, тогда дротики надо брать с собой побольше. Сладких снов. Это очень полезно. Так, идем вниз. Это все так и бродит. Это теперь там копошится. А нам теперь сюда надо. Ты будешь бегать до туда-сюда. Так, ну, пока сохраняться не буду. Я не знаю, как она пойдет. Ну, сейчас, наверное, налево пойдет. Ладно, она нас не заметила. Это личный дниг. А может, там, кстати, код. Может быть, и там. Это все громко. Так, здесь у нас всего лишь две отмышки остались. Нежелательно их. Так, что это у нас? Заперто. А это мы сверху, позолоченная ваза. Так, что у нас здесь? Женский дневник. И все зачеркнуто. В последнее время меня стали посещать мысли, как ровно зачеркнуто, мысли о роли партии в жизни государства. А не потому ли мы живем так хорошо и богато, что все остальные горожане бедны, и нам дела нет до этого. Я слышала, что по всей стране люди голодают. Я слышала, что весь народ тяжко трудится, а на фронт безвозвратно уходят все новые полки. И не поэтому ли нас так ненавидят? Хотя, если хорошо подумать, это все глупости. Мы борцы за счастье народа. Мы их опоры и надежда на светлое будущее. Со временем люди должны это понять. Перелеснуть нельзя. Так, F5. Слышать нет. У меня вроде в недосягаемости. Так, на этом мы забираем. Перегружен. Так, здесь уже надо что-то выкидывать. Что-нибудь, что-нибудь. 3,26. Это невыгодно. Так, это выгодно. Это не очень выгодно. 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 Картина невыгодна. Это вроде все нормально. Нормально. Овощи невыгодно. Так, эта картина нормальна. Ладно, оставим пока так. Так, это тоже мы заберем. Так, что у нас здесь. Офисный стол. Так, на это спускается уже. Не спускается, идет сюда. Ладно, пока пойдем вниз. А почему все активировалось? Так, автоматического оснащена механизмом автоматического включения. Ясно. Ясно. То есть, если я нажму, мне надо будет по-быстрому бежать. Так, ладно, это потом. Так, а там потом что-то надо будет сделать. Дверь как дверь. Дверь как дверь. Не запертая дверь. Так, сюда можно залезть? Вряд ли. Так, это ушла. Посмотрим, что у нас здесь есть. Так, обезболивающее. Да ладно, это мы забираем. Так, груз пока хорошо. Так, не в таком случае, тогда бежим быстренько. Сохраняемся там, разберемся. Ну, конечно же, это зашло. Ну ладно, ее мы сможем обойти. Ничего страшного. Вот с этой, а с этой тоже проблем. Проблемы будут. Проблемы будут. Ладно, у нас одна отмычка есть, как раз-таки пригодилась. Спалили. Ладно, посмотрим просто, успели ли мы. Мигается. В принципе, успеваем. Потом мы заходим сюда. Здесь компьютером что-то решаем. Так, а кодовый замок интереснее? Угадай, а нет? Еще 964. Неправильно. Еще 984. Тоже неправильно. Так, а что там еще было? А все, я больше ничего не помню. Там что-то было 19 или 23 марта. Какое-то было марта. Так, ладно. Раз мы загрузимся, конечно же. Сначала посмотрим, что у нас здесь. Это что? Доступ заблокирован. Так, вот это что такое? Заблокирован. У нас есть что-то 2, но что я не понял. Это вроде не годится. Так, чего у нас 2? Есть карта доступа такая, есть карта доступа взломанная. Взлом пошел. Или это не карта доступа? Нет, это не карта доступа. Что похоже? Непонятно, на что похоже. А, все-таки, наверное, была взломана карта доступа, потому что за прочность было 2. Видимо, вот это все-таки использовался. Компьютеры. Допустим. Дальше. Охранная система. Отключить сигнализацию. Назад. Выход. Это просто мы эти штуки отключили полностью. Пере там и там. Здесь, в принципе, можно и дрель взломать. Это на крайняк. Мне бы, конечно, хотелось найти код, кодовый пароль. Где он может быть? Здесь никаких дат нет. Не дописано пригласительное. Это мы попробуем. 1964 год. Годовщина. Провокация это не то. Штраф. Вряд ли. Уборка это вообще уже все другое. Единственное, на втором этаже, то, что было. Я не знаю, просто на видео гляну, какой там был код. Так, в общем, на втором этаже там была эта картина. Пожелтевший документ, датированный 21 марта 1939 года. Под ним надпись «Моя первая сделка». Так, либо 1939. Нет. Так, значит, наверное, дата и месяц. 21 марта. 21.03. Тоже нет. Так, 0.03. 21 марта. Так, интересно, что за кодовый пароль тогда? Так, моя первая сделка. Там точно стоит 1939. 54. Они поженились. Я не думаю, что здесь надо что-то высчитывать. 21 марта. И на этом мы пробовали. Постоянно идет в минус. Так, а что мы еще можем? Конечно, что я могу его просто взломать, да и все. Просто интересно, как-то кодом открыть. Код же где-то должен быть еще. Вот, по идее, вот здесь. Поближе. 1939. 21 марта. Она никак не открывается. Стойко охранная система. Найти способ взломать кодовую дверь. Ну, понятно, что мы можем просто ее взломать, да и все. Может, какие-то документы мы взяли с датами. Так, полицейский. Даже отглаженный мундир, сверкающие медали и начищная бляха не способны спрятать за собой мерзкую коррумпированную душу этого существа. Можно предложить нить варочку или продать. Так, здесь, собственно, ничего. Здесь ничего. Ночная битва. Но, в целом, ничего такого-то больше и нет. Где должен быть пароль-то, так это вот, скорее всего, здесь все-таки. Непонятно. Там точно ничего нет. Внизу вроде тоже ничего. Это мы осмотрели. Это мы где-то уже осматривали. Там в ящике тоже ничего не было. Так, непонятно. Интересно было бы, конечно, все-таки взломать. Не просто так. Здесь только сигнализация. Рубинник нам, по-моему, не поможет. Хотя, может быть, где-то здесь код с помощью света можно его вычислить. Просто мы его не видим. Там где-то прямо здесь. Три бочки. Здесь нету бочек. Потому что они изначально были вырублены. Потому что неспроста. Количество решеток. Да нет, вроде. Так, ничего не видно. Так, ладно. Я буду тогда пока пытаться угадать. Может, все-таки какой-то код подберу. В общем, разузнал пароль. Сейчас мы его введем. Сначала до тут добежим. Так, в общем, делаем все то же самое. Здесь мы взламываем. По-быстрому. Потом бежим. Бежим. Так, сохраняем. У этой, кстати, можно украсть ключи от дома. Почему бы и нет. Если успеем. Так, ключ. Ключ у нас от... Ключи от всех дверей особняка. Единственное, прекрасное. Сейчас здесь спокойно можно будет все пооткрывать. Так, но время пока вроде еще есть. Так, времени уже нет. Я думаю, все равно успеем. Вот это печально. Переиграем. Так, а у нас же там должно быть... У нас нету... Скорость воровства. Так, ключ забрали. Здесь тогда... Сохраним. Ну, чтобы наверх не убегать. Это сейчас запалит, наверное, дверь. А, нет, не запалил. Так, ждем здесь. Там должно успеть. Так, 15%. Здесь пока успеваем. По-хорошему, конечно, еще раз ее, наверное, активировать. То есть, надо, по идее, если мы не сможем вот этот взломать компьютер, то нам надо постепенно то эту открывать, то эту открывать, чтобы потом нас здесь не заблокировало. Но мы сможем, в принципе, спокойно. Так как у нас есть взлом карты, в принципе, мы спокойно взломаем и отключим, чтобы как бы и не париться. Он здесь мигает сильнее, сильнее. Быстрее. Сейчас, наверное, включится. Так, ладно. На 30 минут вроде как еще успеваем. Так, охранная система отключит сигнализацию. Отлично. Назад. Так, выход. Сигнализации нет. Итак, сохраняем. В общем, здесь, получается, все-таки, то, что мы нашли. Это женский... Нет, не женский, а недописанное письмо пригласительное. Это как раз там, где это стояло и не давало нам подойти. То есть, не зря я ее оглушил и прочитал это письмо. Здесь, получается, Господи, прошло уже... Так, во-первых, у них посвященное 20-е годовщине. И написано, Господи, прошло уже целых 20 лет. Окажется, будто еще недавно Джариф бегал за мной влюбленным мальчишкой. Тогда, в юности, нынешний 1964 год, то есть, 20 лет прошло, сейчас у них 1964, то есть, 20 лет назад, казалось нам таким бесконечно далеким. И вот он уже наступил. Глазом не успеешь молкнуть, как наступит и 1984. То есть, в данный момент у нас все-таки идет 1964, то есть, минус 20 лет. В 1944 они начали отношения. Собственно, это и есть пароль. 1944. Все оказалось довольно просто. Главное, надо было вчитаться в этот текст. Так, здесь у нас есть тумбочка. Ее надо обязательно взломать. Потому что она почему бы и нет. Так, записяняки обновлено. Что обновлено? Что мы там обновили? Надо, чтобы мы ее просто взломали. Видимо, да. Так, здесь у нас что? Шкатулка с украшениями. 0,855. Так, и перегруз. Что за шкатулка? Сгодится на продажу. Если бы не война, содержимое этой шкатулки стоило бы целое состояние. Так, что нам продать? Точнее, выкинуть. Что-то выкинуть на 0,8. Так, мясо, наверное. Хотя нам на 0,8 всего лишь надо что-нибудь выкинуть. Так, ну брюки пускай. Так, и забираем долговую книгу. Я перегружу, не могу идти. Так, ладно, сколько еще надо? Еще килограмм сбросить. Долговая книга. Массивная книга в толстом кожаном переплете, который бы приглянулся любому ценителю антиквариата. Вот только все портит гнусное содержание книги, состоящее из сотен долговых расписок и залоговых обязательств. Придемент для задания. Продать что? Выкинуть, точнее. Сапоги? Нет, сапоги. В принципе, еще выгодно. На 0,6 что-то надо выкинуть. Ну, металлолом 1 выкинем. Это еще на 0. Хоть перец, что-нибудь такое есть. Порошки мы оставим, не дорогие. Покупки. Так, одеколом, кстати, можно использовать. Внимание всех людей снижается в два раза. Собаки больше не поднимают тревогу при появлении Джека. Время действия 3 минуты. Одеколомы тут доступны только для членов высшей партии. Таких людей побаиваются не только люди, но и собаки. Я даже не знал, что это можно использовать. Так, что продать-то? А вот перец. Гучий перец. Все, 51. Отлично. Так, время еще в 30 минут успеваем. Все собрали. Везде побывали. Там все пособирали. В принципе, все, можно спокойно уходить. Либо через дверь здесь больше ничего нет. Сейчас, наверное, повернется. И увидит, как дверь закрывается. А все равно. И все равно. Так, теперь может... А, нет. Красть. Красть мы ничего не будем, потому что перхта заметит. А, вот здесь еще опасно, кстати. Ну ладно. Здесь мы можем теперь перепрыгнуть. Если нас не спалят. Конечно же, нас спалили. Это слишком шустрый. Попробуем, конечно, сюда забежать. Заметил. Так. Что такое? Что это мы так близко подходим к нему? Уже заметил. Не хочется что-то использовать. Это прям смотрит и смотрит. А можно было его, кстати, фотоаппарат забрать. Но, в принципе, он только на продажу годится. Ладно. Здесь мы не спрячемся. Нам придется ждать, пока он пройдет. Он может нас спалить. Он нас и спалит. Ладно. Не получается по-быстрому пройти. Точно не получится. Он долго разворачивается. Не, ну сюда же мы как-то попали. У нас же получилось сюда забежать. Странно. Сюда получилось забежать. А выбежать не получается. Ладно. Пойдем следом за этим. В принципе, за 6 минут успеем выбежать. В любую сторону. Так, хорошо. 24 минуты. 896 долларов. Прочитано. Прочитано. Записок 3 из 3. Уровень тревоги 15%. Совершенно падение 1. Открывание замков плюс 3,8. Плюс 4,5. Грубый взлом. Плюс 3,9. Карманная кража. Плюс 5,8. Знание электроники. Плюс 2,5. Воровское мастерство. Плюс 1,9. Мастерство налетчика. Так, награда Воровское мастерство. Плюс 1%. Награда Науки карманной кражи. Плюс 2. Общее у нас Воровское мастерство 60. Там уже теперь точно мы сможем что-то прокачать. По-моему, еще один инструмент брать с собой. Идеальное ограбление. Возвращение в трущобы. Так, плюс 1 очко у меня получено. Здесь что-то сверкает. Ну, пепел. Как обычно. В идее больше заданий нет. Нам останется только поговорить с Джейн. Так, торговаться, продать 579. Хорошо. Так, эти у нас использование одно. И наши снотворные. Использование 1. Ну, плохо, что 1, и они не восстанавливаются. Но снотворное полезно. Без него я сейчас... В принципе, что бы я сделал? Я бы тогда к той не забежал. Я бы тогда внизу просто дрелью рассверлил все. Но лучше еще сделать. У нас есть возможность сделать. Мы сделаем. И будем с собой всегда брать. Вполне полезно. И также полезно брать специализацию. Все-таки как бы хорошо, что она не разбудилась. Потому что иначе бы она могла проснуться. От, от, от... Так, никто не может разбудить. А, не здесь читать. Вот. Жертву может разбудить громкий шум или другой человек. То есть, в принципе, если у меня того специализации не было, то мы бы не смогли рядом ничего взломать. В общем, ладно. Это полезно. Специализация – полезные дротики. А вот это, на самом деле, вот как-то мне не особо, прям сказать, что помогало. А, вот это вот, чутье на наживу. Как-то прям непонятно. Все равно я выйти бы полез тоже. Так, отдать талоны. 12 штук. Так, идем к этому. А кому взяли какие-нибудь книжки? Нет? Книжек никаких не было. Так, а здесь? 63. Вот, описание появилось новое. Неприметное лицо. Враждебные персонажи начинают обращать внимание на Джека только спустя одну секунду, после того, как он появится в их поле зрения. Это хорошо. Вот сейчас бы нам это пригодилось. Мы бы могли спокойно выйти и убежать. Да, это мы будем обязательно прокачивать. Это вряд ли. Хотя сейчас мы тоже в темноте сидели, он быстренько раз-раз-раз и нас запалил. А так, по идее, бы уменьшено было на 35%, и в принципе, он бы не успел нас запалить. Возможно. Кстати, мы это можем прокачать, но мы этого делать не будем. Мы наместительную сумку возьмем. Больше инструментов. В принципе, вариантов-то больше нету никаких более-менее хороших для нас. Здесь пока еще нельзя. 90% навыка. Тогда на навместительную сумку возьмем и не будем париться. Это по-любому будет полезно. Аж прямо сейчас возьмем. Не как обычно в конце. Так, антиквариат мы сдадим. И вот здесь, в принципе, уже можно подумать, что взять. Мы же можем что-то сдать. Да, антиквариатчику. Так. В принципе, воровской мастерство уже не очень нужно. Карманная кража 84%. Грубый взлом 60%. В принципе, кстати, это полезно было бы. Чтобы высокую сложность можно было ломать. Наверное, возьмем грубый взлом. Невероятно, ты только посмотри, как она блестит. Такая удача увидеть ее. Это про что вы. По мне так, этот портрет должен висеть на доске позора, а не в декорированном нейраме. Но я говорил не о картине, хотя и она представляет определенную ценность. Ты взгляни на медаль, которой украшен китель этого полицейского. Медаль как медаль. Уверен, что такими же обвешаны все высшие чины. Вот поэтому, антикварчик, я, а не ты. Это же самая первая медаль десятилетка. Десятилетка. В годовщину десятилетия успешного введения войны было изготовлено 10 таких медалей. Почему это самая первая медаль? Каждые 10 лет все вручные медали возвращаются обратно, расплавляются в общую массу, и из нее заново отливается столько медалей. В течение стольких лет продолжается война. В течение скольких лет продолжается война. А награды первой десятилетки – это, соответственно, самые первые особые медали. Их легко отличить по их размеру, ведь каждые 10 лет количество медалей увеличивается, а размер каждой из них, соответственно, уменьшается. Портрет, который ты мне принес, выглядит довольно новым, но изображенная на нем медаль – десятилетка. Все еще своего первоначального большого размера. Вот это меня и поразило, ведь современные десятилетки должны быть размером чуть больше ногтя. Так и что с того? Хозяину этой медали каким-то образом удалось сохранить эту медаль. Ты представляешь, какая это историческая ценность? Она стала бы настоящим украшением моей коллекции. Где ты взял эту картину? Кто этот полицейский? Картина висела в доме ростовщика Джарифа, но на картине изображен точно не он. Да и как нам опознать полицейского, если его лицо наполовину скрыто под шлемом? Какая жалость, медаль была так близ... была так близко? Так, я попробую поискать ее. Проще найти иголку в стоге сена. Я попробую поискать. Было бы чудесно. Можешь выбрать себе взамен одну из моих книг. Так, а что мы там? Он меня сбил, я забыл, что я хотел. Так, грубая. Грубый взлом. Либо в Роское дальше качать, потому что мы тогда его пока прокачаем, мы сможем специализацию еще больше брать. От этого будет больше бонусов. Да, пускай будет пока в Роское, хотя она и сама по себе качается. Ладно, Роское. Заходи почаще, всегда рад тебя видеть. Так, медаль. Полицейские отдали. Так, есть что-нибудь у нас еще? Тебе долговую книгу? Подожди. Предмет для задания. Нам же надо другому сдать. Надо сохраниться. Мы еще с ума отдадим. Ну просто пускай посмотрят. Сегодня ты выглядишь задумчивее, чем обычно. Быть может, в моих силах тебе чем-нибудь помочь? Один человек попросил украсть для него долговую книгу Ростовщика Джарифа. Укрась книгу Ростовщика. Дело, конечно, благородное. Но я боюсь, что затем книга может попасть в намного худшие руки. И не сжечь и не утопить я ее не могу. Слухи о пропаже книги у Ростовщика завтра же разлетятся по всему городу и достигнут у шеи моего заказчика. И я должен буду отнести книгу ему. Дай сперва посмотреть мне на эту книгу. Юнксу внимательно осматривает книгу, простукивает корешок и гнет страницы. Выбрось отчаяние из своего сердца. Я уже нашел решение твоей проблемы. И в чем же оно? Нам сказочно повезло. Переплет этой книги был изготовлен еще в средние века. Книга предназначалась для знатных господ, и потому ее снабдили секретным защитным механизмом. В корешок книги должна вставляться ампула с чернилами, а вся книга пронизана тонкими желобками. Если открыть книгу, предварительно не нажав на этот потайной рычажок, защитный механизм сработает, ампула расколется, и чернила потекут по сотням желобков, уничтожая все записи в книге. И я все понял. Если мы вставим чернила в защитный механизм, то как только мой заказчик откроет книгу, то уничтожит ее своими собственными руками. Все именно так. Нет, звучит слишком опасно. Отличный план. Таким образом я смогу и формально выполнить свою работу, и предотвратить использование книги в злых целях. Давай же скорее приведем ловушку в действие. Юнксу сразу же вскрывает корешок и начинает заряжать ловушку чернилами. А мы этого время идем к заказчику и говорим, что Юнксу очень подло поступает. Готово. Смотри, не забудь, что книгу теперь нельзя открывать. Спасибо, ты мне очень помог. А теперь мне пора идти. Пустяки. Это заняло у меня всего 5 минут. Не бывает малозначимых добрых дел. Ведь из совокупности малых дел возникают великие следствия. Ты выглядишь молодо, но иногда мне кажется, что со мной разговаривает умудренный жизнью старец. Так. А обворовать вора? Книга. Книга. Долговая книга с секретом. Книга с долговыми расписками хранит в своем старомодном корешке небольшой секрет. Имеет для заданий. Я даже не знал, что так можно сделать. Я думал, просто ему отдать, да и все. Так. Обворовать вора. Антикварщик Юнксу нашел выход. Так, а здесь что? Украсть долговую книгу и отнести книгу мистеру Канули. Антикварщик Юнксу нашел выход из сложившейся ситуации. В корешок книги он встроил секретный защитный механизм. Если заранее не нажать на секретный рычажок, то при открывании вся книга окажется залита чернилами. Об этом секрете мистер Канули, конечно же, не догадается. А может догадается. Памятная медаль. Юнксу предположил, что где-то неподалеку может скрываться настоящий исторический артефакт. Медаль, изготовленная на первую годовщину ведения войны. Единственная зацепка к ее местонахождению. Загадочный портрет полицейского, висевший в доме ростовщика Джарифа. Поискать информацию о портрете. Так, хорошо. Чё-нибудь поищу? Обучение. Так, но обучение нам не нужно, да? Воня там 200 долларов. Нет, нам не надо. Так, ладно, сохраняем. Чё-то отремонтировать хотел. Так, здесь ничего не нужно. Продать мы тебе ничего не можем. Кроме вот этого, ненужного нам. Так, сколько у нас там же? 1700. С такими деньгами можно уже съезжать с трущоб. Снимать день-нибудь комнату себе. А кто этот полицейский? У меня есть одна необычная просьба. А у тебя бывали обычные? Это странные стране и прочих. У антикварщика Юнксу хранится портрет какого-то полицейского. К сожалению, его лицо скрывается за шлемом. Сможешь узнать, чей это портрет? Ладно, попробую что-нибудь разузнать. Обновлена. Ждать новостей от Билла. Так, всё есть. Чего пялишься? Так, ну да, какая информация? Спрашивай. Забудь. Так, ясно. То есть пока, в принципе, нам ничего не скажет. Видимо, после какого-то задания расскажется. Так, сходим к этому. Мы можем, в принципе, отдать. Или не можем? Так, дротик мы этот сделали один. Обмен. Обмен не нужен. Всё то же самое. Ладно. Так, сходим к этому, отдадим книгу ему. Я сначала к этому сбегу. Ну, этого вряд ли что-то будет. А мы ещё, кстати, взяли же. Это штука и виски, по-моему, мы взяли какой-то. Вот, веселящий джин мы взяли. Пример для задания. Подмигивает. Ясно, здесь ничего нет. И у него там что-то было со свистулькой связано. Это нам не нужно. Так, тебе отдаём джин. Я узнаю этот взгляд. Это взгляд человека, хорошо выполнившую свою работу. Я прав, протягивая бутылку. Что скажешь насчёт этой? Веселящий джин. Отлично. Я слышал, что это любимый напиток мистера... Министра экономики. А вот и твой гонорар. 80. Так, хорошо. Больше пока ничего нет. Так, у тебя что можно купить? Это всё не нужно. Так, на момент истины, что произойдёт. Некольца, он должен знать об этом. А книга у тебя? Да, вот она. Осторожно, берёт книгу в руки. Надо же, тебе действительно это удалось. При попытке открыть книгу, раздаётся тихий щелчок, раскалываемый ампулы с чернилами. Чернила быстро растекаются по канавкам в корешке и пропитывают все страницы книги. А что это? Нет. Майкл пытается остановить распространение чернил и сохранить хоть часть листов. Но всё тщетно. Книга безвозвратно испорчена. Ростовщик обхитрил меня. Ты знал, что в книге есть ловушка? Нет. Но Йонгс узнал. Ты же вор, разве не мог её заметить? Всё, хватит. Убирайся с глаз моих. Так. Поговорить с Джейном, обворовать задание в книге. А, всё, выполнили. Мне удалось уничтожить... Так, отнести книгу мистеру Каноли. Мне удалось уничтожить долговую книгу и при этом формально выполнить свою работу. Правда, мне пришлось стать свидетелем гнева мистера Каноли. Ведь книгу он уничтожил собственными руками, вызвав срабатывание защитного механизма. Так. Дальше. Редкости мы собираем. Контрабанда ещё не выполнили. Памятная медаль будем искать. Но остаётся только взятка. А это нам не дали. Книгу мы сдали, а нам ничего не дали. Всё поговорить. Раздражение. Хорошо. Ладно, остаётся только Джейн. Билл пока нам ничего не скажется. По-любому, наверное, нам должна какая-то миссия пройти. Вряд ли он уже что-то надумал. Но мы попробуем. Так, нет. Хорошо, идём к Джейн. У вас здесь труп лежит. Нормально им так работать. У них за спиной труп там буквально 20 метров. Так, Джейн, Джейн, Джейн. Интересно, если бы к этому моменту у меня сейчас не было денег. А я могу, наверное, повторно... Нет, я повторно же не могу зайти. Вот просто интересно. Вот как вот игра бы предполагал. Вот, допустим, я сейчас на покупаю всего, потрачу все деньги. Все 1800. И... Либо мне надо было бы обратно всё... А, ну, в принципе, да. Мы же поэтому и можем продавать обратно за ту же самую сумму. Просто здесь мы уже никуда пойти не сможем. То есть мне там больше делать нечего, и мы не сможем туда попасть ни у кого ничего грабануть. По сути, если мы каким-то образом потеряли бы все эти деньги, мы бы никак их не набрали. Здесь почему-то восклицательный знак. Он здесь всегда был. Видимо, он здесь был всегда. Хорошо, ладно, деньги у нас есть. Поговорит Джейн. Хотя уже про 500 долларов ничего не пишут. Ну вот и ты, наконец-то. Сколько денег удалось собрать? Подожди немного, я скоро вернусь. И вот я собрал всё. Половину отдать 250. У меня совсем нет денег. Ничего не давать. А если ничего не давать? Я сохранился, нет? Скорее всего, да. Извини, Джейн, я подвел тебя. Ты уверен? Может, есть еще какие-нибудь варианты заработать? А ладно, попробуй еще что-нибудь по гриду. Я сделал всё, что мог. Я верю, что ты делал всё, что было в твоих силах. Просто тебе не повезло. Но ничего страшного. У меня есть один верный вариант. Всего одно ограбление, и нам должно хватить денег, чтобы вызволить Эндрю из плена. Надеюсь, это не ограбление банка? Всё гораздо проще. Ты ограбишь школу. Да, не смотри на меня так. Сейчас я всё тебе объясню. У нас в школе есть склад химических реагентов. В основном там хранятся вещества для обычных школьных химических опытов. Но есть там и кое-что интересное. Это химический реагент, который высоко ценится на чёрном рынке. Денег с его продажи должно нам хватить с лихвой. А, так. Мне всё понятно. Давайте сделаем по-другому. Мне всё понятно. Ничего не будем читать. Взятка, школа. Заработать, поборить с Джейн. Так. Эндрю надо вызвать, чтобы собрать такую сумму. Мне придется совершить два или та же три ограбления. Пора спрашивать своих знакомых или местных жителей. Бла-бла-бла. Временно исходя. Пора вернуться в Джейн и отдать ей все деньги, которые удалось заработать. У меня же задание новое появилось. А где школа? Только что же была здесь что-то нет. Про школу ничего. А, у нас просто обновилась. Нет. Взятка выполнена. Или мои деньги, что ли, отдали? Он сейчас смотрит большими печальными глазами. Не волнуйся, я уверен, что скоро все наладится. Так. Сейчас мы посмотрим. Просто я вариант, если бы я ей 500 долларов дал. Она бы про школу промолчала или бы все равно сказала? Если бы промолчала, я у нас школа. Школа. Все, больше мы никуда пойти не можем. Только в школу. Формация отсутствует. Так, хорошо. Загрузить. Сейчас мы попробуем ей деньги отдать. А это не автосохранили. Не, поговорить с Джейн. Допустим, мы отдадим. Собрал все отдать. Випец. А если... Нет. Сошел 500. Спасибо, Джек. Ты представить себе не можешь, как я тебе благодарна. Ты лучший. Но, к сожалению, даже этого может оказаться мало. А наше время уже почти на исходе. Нам бы ненадолго заречь на дно. Слишком много ограблений. Я мог привлечь внимание тайной службы. Прошу, помоги мне еще хотя бы раз. Еще одно ограбление, и мы соберем достаточно денег. Надеюсь, это не ограбление банка. Это гораздо проще ты ограбишь школу. Понятно, понятно. То есть, мы это все пропускаем. Все понятно, допустим. Но при этом 500 денег мы убрали. А, два очка умей не получено. А там не было получено. Правильно? То есть, если ничего не давать... Так. Так. Да, мы просто не получаем. А если мы отдадим 250, то, скорее всего, нам сейчас дадут просто один навык. Не, мы тогда 500 долларов отдадим. Это выгодно. Если 250 отдать... Да, одну очку умений. Хорошо. Ладно, в общем, если вдруг нас просят отдать деньги, мы отдаем по максимуму. Это будет выгодно. Так, отдать 500 долларов. Благодарно. Бла-бла-бла. Тайные службы. Банка. Школа. Так. Хватит слегка. Это мы читали. Откуда тебе все это известно? Я же школьная учительница. Или ты уже забыл? Подсмотреть, что хранится на складе, совсем не сложно. Гораздо сложнее оттуда что-либо забрать. Где именно находится этот склад? Склад находится на территории школы. В нем хранится архив старых учебников и химические принадлежности для школьных занятий. Но склад охраняется сигнализацией, и тебе придется подумать, как ее отключить. Что это за реагент? Я слышала, что реагент нужен в качестве катализатора для производства каких-то психотропных препаратов. Или вроде того. Для нас это, в общем-то, не важно. Реагент хранится в ярко-желтых колбах. Ты легко их узнаешь. И сколько этих колб мне надо будет принести? Чем больше колб ты принесешь, тем больше денег мы выручим с их продажи. Ой, значит все. Школа охраняется? Обычно территорию школы патрулируют два охранника. Но на ночь там может задерживаться и другой персонал. Например, в подвале часто сидит смотритель, у которого имеется доступ во многие школьные помещения. Мне все понятно. Вроде бы все понятно. Жди, я скоро вернусь. Удачи. Деньги два этих. Взятка школа, школа, локация, информация. Главное, что два очка умения нам дали. Прям вообще хорошо. Сейчас что-нибудь еще прокачаем. Так, теперь. Теперь. Может теперь к этому информатору сходить? Еще про школу что-нибудь разузнать? Так, ну главное снотворное по-любому взять. Есть специализацию, чтобы никто рядом ничего не слышал. Потому что мы сможем его усыпить. Если там будет смотритель, который, наверное, будет в одну точку пялиться. Мы его можем усыпить и забрать у него какие-нибудь ключи. Информация. Спрашивай. Забудь. А, ну про школу, получается, все она рассказала. Хорошо. Так, тогда, в принципе, все мы сделали. Собой нам больше не... А вот это... А кто это нам подкинул? Видимо, это у нас уже было. Настольная книга молодого разведчика. А, в Роске мы этому обменяли, а в Роско не прокачали, да? 53%. Да, книгу взяли и не прочитали. Плюс 3,2. Короче, все меньше и меньше и меньше нам дают. Поэтому, возможно, все-таки уже желательно брать что-то другое. Вот что-то типа налетчика. Нам больше намного дадут за это. Там нам особо-то и не нужен. Так, что мы можем здесь? Маскировка нам не нужна. Точно не нужна. Кошачий поступь как бы было бы полезно, если бы нам это дали бесплатно. Так, за навык не нужно. Налетчик нам не нужен. Открывание замков. На это нам пока не хватает 20%. В остальном, в принципе, аккуратность не так важна. Коль у нас сейчас еще плюс один предмет будет. С собой можно будет брать инструмент. То есть мы, скорее всего, будем отмычку еще одну брать. Поэтому, в принципе, аккуратность уже не так важна. Ключник. Опять же, я бы и так, и так туда заглянул и нашел бы там ключ. Хотя вот это вот интересно. За первое использование любого ключа, наук открывания замков и лечется на 0.5. Это было бы неплохо. То есть сюда, в принципе, 0.5, 0.5. Но опять же за первое. То есть это получается плюс 0.5 дополнительно в каждой миссии. Это маловато. Грубый взлом. Это по-любому нам понадобится. Опять же, пока что мы это прокачать не можем. Так, вот это может быть. Топленый жир можно взять. Это было бы полезно. Это нам не нужно. Если кто-нибудь услышал шум от взлома, и при этом замок уже наполовину вскрыт, то взлом сразу завершается успехом. А, это, кстати, можно посмотреть. То есть да, как бы раз он услышал. Но опять же, это тревога все равно. Ладно, что там поднимается. Поэтому это не очень-то и хорошо. Хорошо, что быстро открывается. Неплохо, что уровень тревоги поднимается тоже. Джек всегда находит немного денег не надо. Сидячих, спящих и оглушенных. Но здесь, кстати, уже с оглушенными более-менее интересно получается. Мы можем дротик кинуть и забрать что-нибудь. Так, не вылечит на осторожность жертв. Не так важно. Вот это было бы важно. То есть мы взяли, спрятались. Если человек близко не подходит, то он ничего не видится. Если прям вблизи, тогда он замечается. Это полезно. Хотя, это бы нас сейчас не спасло, где мы своровали эту карту. Ладно, у нас все равно какую-то тревогу можно поднимать. До 15-20%. Ничего страшного не произойдет. Так, здесь у нас появилось, значит, во-первых, 30-30% мы взяли. Теперь можем обычные сложности открывать. Хакер. Боровское зрение дополнительно обозначает местоположение карта доступа. Таким синеньким подсвечено. Это ладно, это не так важно, но все равно. Хотя скорость взлома компьютеров неплохо, что увеличивать. Опять же мы взломали только сейчас первый раз. Там за сколько? За 6-7 миссий. Возможность бросать перцевые холопушки в камеру наблюдения. Тем самым ненадолго вводя их из строя. Это может быть полезно, потому что, как сейчас нам показано на подсказке, то здесь по-другому мы бы не смогли пройти никак. Хотя в вариации всегда есть прохода. То есть можно ее просто где-то отключить. Поэтому, опять же, тратить на это навык, наверное, не очень полезно. Пуще с тобой перцовую холопушку надо брать. Хитрая поломка. Это тоже было бы, на самом деле, интересно взять. Мы тогда граммофон включили. Как бы все у нас, эта тревога пошла по полной. Это прям плохо. Радиоприемник тоже, наверное, будет плохо. А вот выключение света, в принципе, интересно. То есть мы выключили. Она пошла. Сколько времени занимается? Достаточно долго. То в этот момент мы можем даже обокрасть его. И при этом тревога не поднимается. То есть когда мы отключаем. Да, это мы возьмем. После его включения. Так, любые персонажи, которые попытаются выключить, включить эти объекты, вынуждены будут потратить на это некоторое время. Да, это полезно. Это мы возьмем. В любом случае. Испорченное зрение. Это, кстати, раньше, по-моему, не было описания. Радиус уродского зрения снижается на 1 метр. Радиус урод... Это плохо. Зато при хорошем освещении скорость всех видов взлома и карманных краш увеличивается на 10%. Каждая прочитанная книга усиливает эффект на 2%. Уродское зрение подсветка... Подсветка. Это плохо. Ее и так не хватает. Здесь еще на 1 метр меньше. Наоборот бы ее на 10 метров побольше. Мощный заряд. Эмми пистолет получает 1 дополнительный выстрел. Взаимный пистолет. Мы до этого еще не дошли. Это у нас вместо дротиков он потом будет пистолетом стреляться. Шокировать их. Джек может взять на ограбление на 1 используемый предмет больше. Так, пока 1. Я не знаю, куда тратить на самом деле. Вот это нам по-любому понадобится. Это нам по-любому понадобится. Либо пока оставить на будущее. И 90% надо. Это мы смотрели. Да, это хорошо. И тут как-то не знаю, можно было в качестве прокачать. Типа ли, у нас сейчас есть дротики. Такси начинает действовать на жертву намного быстрее. Но мы ими редком пользуемся, поэтому смысла большого нет. В общем, либо, либо. Вот это, наверное, все-таки можно взять топленый жир в плюс пойдет 1. Но опять же, это не так полезно. Мы можем с собой его взять просто и все. Намного важнее что-то такое прокачать более ценное. Даже помехи-то будут ценнее. Аккуратность не так важна. Ключник тоже не очень важный. Кошачий поступь. Не надо, не надо. Ну, не знаю. Остается все-таки либо хозяйственник. Либо что-то здесь взять. Легкая цель. Опять же, мы и так, и так справимся. Пускай будет тогда хозяйственник. Или оставить на потом. А на потом мы все равно получим. Здесь 90 процентов. Насколько надо еще пройти миссии? Мы еще столько науков получим. Копить их точно смысла нет. Либо аккуратно взять. Надо пускай будет хозяйственник. Пусть будет хоть что-то. Все сохраняем, чтобы нельзя было поменять. Так, и бежим в школу. Так, это все то же самое, то же самое, то же самое, то же самое. И школа.